Аплодисменты Обычным химическим взрывом Обжимают эту болванку со всех сторон Или сближают отдельные части За счет этого химического взрыва Кратковременно их сблизить На достаточное расстояние И там тоже проблема с тем Чтобы как можно больше Гель-щерочная вещества Как можно лучше прореагировала Объясните еще раз, пожалуйста Почему температура критической массы Связана с обратной пропорционной Во-первых, как я уже говорила То, что медленнее нейтроны Будут легче поглощаться То же самое, если Тепловое движение Атомов будет достаточно быстрым То нейтроны будут поглощаться хуже Поэтому чем выше будет температура Тем хуже будет поглощаться неженое Это во-первых А во-вторых, вещества с редкими исключениями По определенных диапазонах Вещества обычно расширяются При увеличении температуры И когда оно расширяется Образуется больше в пространстве Так, и нейтрон пролетает Вождении Какие геометрические параметры Радиоактивного препарата Влияют на критическую массу То есть радиус кривизны Нужно быть кругом Вообще на какого-то слоя Будет влиять Основное, что влияет Это отношение поверхности К внутреннему объему Минимальная поверхностная энергия Скорее, ты шучи Так, ладно Про реакторных быстрых нейтронов Потом Спасибо Про то, что атомная электростанция У нас походу Безопасные возможности Именно ядерного взрыва На атомной электростанции Уже понятно, наверное Что минимально Вот И третий момент Мне интересно В делении ядра Ты рассказал про каналы деления Да, то есть бывают разные каналы деления У них разные вероятности Но Как можно повлиять на это Электромагнитным образом Можно ли как-то Электромагнитным способом Повлиять на вероятность Канала распада Вот так В смысле Ты имеешь в виду Поделится оно альфобитой Или оно именно разделится на части Ну, то есть Там больше будет стронция Больше будет криптона А, ты имеешь в виду Вот это Насколько я знаю Это вероятностно Я не знаю Но Как можно управлять Я знаю, что управляют Этой вероятностью Но какие способы применяют Возможно, ты об этом знаешь Больше, чем я Потому что я не знаю О том, как Делают так Чтобы распад пошел Именно по одной из каналов Потому что, как правило В атомной энергетике Этим не особо интересуют Ну, почему Не особо Я не знаю Потому что Кому-то интереснее Жило в плутонии Получается Наработка плутония Это совсем другая вещь Да, я прошу Наработка плутония То есть Не столько имеет Не имеет отношения К вот этим каналам расклада Потому что плутоник Распадается уровнем 235 Обычно 238 распадается Редко Ему для этого Нужно больше энергии А 238 как раз Превращается в плутоник То есть Нимает особо Обычные каналы И никак На него влиять не надо Да? Превращался в плутоник Да Там какая фишка Если 238 выпадает нитром Если у 238 получается Достаточная энергия То он поделится Точно так же Как и 235 Если энергия недостаточная То он превратится в плутон Ага Понял То есть по энергии Да? Спасибо Да Для плутония 11 килограмм Для урана Я точно не знаю Мне там больше 50 килограмм То есть Известно от того Из чего делать Ядерную бомбу Конечно Это характеристика вещества То есть плутоник У урана Собственно То есть У урана 235 Будет одна масса У урана природного Будет другая масса Потому что Будет такое совмещение Затем Во время лекции У меня возникло ощущение Что в первых реакторах Техника безопасности Была на таком уровне Что они от реактора Чуть ли не подкуливали Почему Вот это было на таком уровне То есть Не сложно ответить почему Потому что Во-первых Тогда Недостаточно Еще было исследований По лучевой болезни И по отдаленным последствиям Лучевой болезни То есть Про острой лучевой болезни Все поняли достаточно быстро А про Отдаленных последствий Они очень много Во-первых Во-вторых Разработки были военные У военных Вообще часто Они очень хорошо С технической безопасности Во-вторых Почему при облучении кислых кусочков Во-первых Разные такие ощущения возникают Собственно из-за действия На нейроны Которые отвечают за вкус Во-вторых Возникают Возникают Сейчас мы сильно преувеличиваем. Техника безопасности, которая сейчас присутствует, она нужна для того, чтобы гарантированно не было никаких попыток ущерба здоровью. Но не настолько радиация вредна прямо, что... В радиации реактора, а в радиации дальнейшего, наведенной радиации всего округа, в том, что реактор много лет существует... Вот в этих случаях как раз проблема будет в том числе в наведенной радиации, потому что это нейтронное значение, которое будет называть наведенной радиацией. Ну да, по поводу того, как вообще можно заглушить реакцию, то есть в тех экспериментах просто этим не заморачиваем. Заглушить ее можно, во-первых, если мы разберем то, из чего у нас остеяла генетическая масса. Руками, да? Ну, чем-нибудь. Руками, у него руки были быстрее всего доступны, потому что там речь шла о миллисекундах. Во-вторых, мы можем выглушить реакцию, если у нас нет положен реактор. Если мы добавим туда вещь, то поглотитель. Потому что поглотитель будет поглощать нейтроны, и они не будут вызывать новую реакцию. То есть, по сути, ядерную зумбу можно затушить, и делаем ее в воде. Я делаю в воде. В воде. Ну, что даже поглотитель? Да ты не успеешь ее влучшить. В воде вообще сильнее, потому что вода еще и длитит. А, извините. То есть, сама по себе вода, если она будет работать как передлитель, она реакция усилит. Будь осторожней с водой. Я понял, я делаю в воду, она не зря. А оптимальная температура какая? Ну, ты говоришь, что чем ниже температура, тем лучше, что и нейтроны. Ну, в принципе, да. Чем ниже, тем лучше. В реакторах... Ну, порядок. Какой? Именно для возникновения реакции... Ну, в принципе, чем ниже будет энергия, при этом, тем будет лучше. Ну, в реакторах исходят из другого, в реакторах исходят из того, что все-таки надо получить некоторую высокую температуру, которую потом можно перевести в полезную энергию. Я думаю, что... Поэтому там исходят не из самой оптимальной температуры для реакции, а уже из экономических соображений. Да. Это, по-моему, плановых вопросов, очень запутанно. Ну, любой вопрос. Могут ли выделяться электроны? Кажется, да, могут. Электроны? Да. Хорошо, Андрей, первый вопрос. Смотри, у нас есть нейтрон. Да. У нас попадает электрон. Дальше тест. Наш декларк, вопрос, нейтрина, поглощает электрон, становится уквар. Таким образом, этот татрон превращается в нейтрон. Таким образом, математически получается то же самое, как если бы у нас в нейтрон попал. Возникает ли так реакция? Может ли она быть в ной? Сделать электрон с достаточно большой энергией, чтобы он вызвал деление ледра. Потому что здесь надо будет перевести ледро в достаточно возбужденное состояние. То есть у нейтрона для этого, то есть, например, для 25-го рана, этого хватает чисто массы. Если не хватает массы, можно добавить это скорость столкновения. Сделать настолько энергетичный электрон, в какой-то степени чего это может быть реакция. Я не вижу, кроме физических размеров электромагнитных. А когда захват же так и происходит, ядром поглощает. А, когда происходит электронный захват? Ну да, да, да. То есть, по сути, что не цепная реакция, но тем не менее. Ну да, мне представится, просто цепная реакция на этом. Цепная не получится, а энергетический баланс не соблюдается. Я не вижу, что мы препятствовали. Ну, получается, правильно. Можно ли, в какой-то степени, в какой-то степени, в какой-то степени, в какой-то степени. Да, нужно, чтобы очень энергетические реакции, понимаете. Нам нужно какие-то нестандартные устроить. Нас энергетические балансы соблюдают. Действительно, можно было бы их поделить, но с одной реакцией мы так не получили. Рекрестируй полковый реакция о слабом взаимодействии. А я еще один. Ну что, субтитры выхожу на динаме? Аплодисменты.